От замеса теста до испеченного хлеба 7 часов. К дню рождения северодвинского хлебокомбината запустили новую линию по производству батонов. Итоги модернизации продемонстрировали губернатору региона Игорю Орлову. Владлена Романова далее. Еще совсем недавно северодвинские батоны производили по большей мере вручную. Даже эти надрезы работники делали самостоятельно. Прежнее оборудование износилось на 400 процентов. Поэтому новую 20-метровую производственную линию работники ждали с нетерпением. Причем качество изделий не поменялось. Постарались сохранить традиционный вкус. Качество осталось прежним. Почему прежним? Да потому что как раньше мы работали на опарном способе, таким образом мы и сохранили опарный способ. А на опарном способе всегда работали, потому что это как бы хлеб. Мука выраживается, хлеб становится лучше. Он за счет опары набирает свои ароматы. И поэтому этот рецепт мы сохранили, используем его так же как и раньше. Мы объявляли конкурс, мы торговались полгода. Мы сэкономили 13,5 миллионов рублей. За право поставки нам этого оборудования боролись две фермы. Выиграла чешская компания «ТИ-4», та же самая компания, что поставляла нам оборудование по производству хлеба нарезного, даркетского хлеба. За сутки на предприятии изготавливают более 8 тонн хлеба, а производительность новой линии более 13 тонн изделий. Сегодня северодвинский хлеб поставляют и в районы области – Коношу, Вельс, Каргополь, Ханегу и, конечно, Архангельский-Новодвинск. В планах расширить географию и ассортимент. Радость от того, что ты покупаешь северодвинский хлеб, она все равно остается. Я вот 20 лет питался с северодвинского хлебокомбината и, конечно, вижу и родные батоны, и армянский хлеб, и многую другую продукцию. А это ведь тоже дорогого стоит. Быть достойным, не меняясь в этой достойности, это одно из самых выдающихся качеств в системе питания. Самое главное сегодня – это не стоять на месте. Обязательно нужно смотреть вперед, смотреть будущее и уже ориентировать сегодня производство именно на те запросы, которые будут завтра. И это городской актив. Вы знаете, что 100% акции у муниципалитета. И, конечно, нам очень важно, чтобы предприятие именно этим трендам соответствовало, о которых я сказал. А трендам предприятия соответствуют. В прошлом году начали выпускать 17 новых наименований продукции, в том числе кондитерские. А сейчас технологи работают над запуском в производство батона с морскими водорослями. Владлена Романова, Ксения Юдина, Дмитрий Ткаченко, Регион 29.